Более 30 лет назад я закончил среднюю школу номер 109 города Омска. И вы знаете, я могу точно сказать, что у меня не было нелюбимых учителей. У меня было очень много любимых учителей. Каждый из них сделал свой вклад в мое формирование как человека, как личности. И, наверное, это самое главное. Каждый заложил те необходимые базовые знания, от которых мы отталкиваемся, переходя в ВУЗ. Нужно сказать, что в моем классе подавляющее большинство было ударников, кто учился на 4 и 5. Но если говорить про наиболее запоминающегося учителя, я бы вспомнил своего педагога Валентину Николаевну Винникову. Она пришла к нам в 7-8 классе, преподавала литературу и русский язык. И случилось так, что после 8 класса все ученики в наше время сдавали экзамен по русскому языку. Так вот, два года перед тем, как выйти на экзамен, мы всем классом, даже отличники, ходили на продленку и сдавали на протяжении этих двух лет наши школьные билеты на предстоящий экзамен. Были среди нас в некоторой степени хулиганы, которые были, как казалось сейчас, такими крутыми и дерзкими. Так вот, они даже приходили, плакали, пытались сдавать. Но в конечном итоге наш класс, как и соседние старшие классы, где она преподавала, так подтянулись по знанию. И она нам всегда говорила, ребята, возможно, кто-то из вас меня даже материт. Но пройдет время, и вы не раз вспомните ту пользу, те знания, которые я вам буквально там вколотила в головы. И на самом деле я, ну, конечно же, там не выражался так ярко, негативно, но, тем не менее, недовольство какое-то было. Прошли годы, я до сих пор, вот последнее, может быть, время, стал немножко где-то задумываться, как писать там не просто жиши, но какие-то там сложные грамматические и орфографические ошибки. Но это была очень мощная школа. Я благодарен Валентине Николаевне, дай Бог ей здоровья, дай Бог здоровья, сил терпения всем учителям Российской Федерации. Пусть им встречаются достойные, умные, благодарные ученики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok